Уэн Ди Шерман, США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть. Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, сообщила журналистам на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности. Первый заместитель госсекретаря США Уэн Ди Шерман, передает РИА новости. «США и Россия согласны, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть начата», сказала представитель Госдепартамента на телефонном брифинге из Женевы. По ее словам, Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе. «Мы ясно заявили, что США открыты обсуждать будущее конкретных ракетных систем в Европе в свете, прекращение действия, договоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», сказала Шерман. Она отметила, что Россия и США навстречу в Женеве обменялись идеями по поводу ракет средней и меньшей дальности, но достижение договоренностей потребует большой работы. «Это не были переговоры. Мы выложили на стол свои идеи. Нам предстоит большой путь, но, безусловно, обеспокоенности по поводу ракет средней дальности сохраняются», сказала она. По ее словам, возвращение российских вооруженных сил от границы России и Украины в казармы стало бы доказательством отсутствия планов по якобы потенциальному вторжению России на Украину. Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, она утверждала, «Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос. Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться на Украину путем возвращения войск в казармы, либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель», сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, сообщает ТАСС.